Здравствуйте, друзья! Смотрите, кто пришел вчера в эфир к Володе Соловьеву. Здравствуйте, Владимир Рудольфович! Во-первых, огромное спасибо за добрые слова. Когда кто-то называет Соловьева Владимиром Рудольфовичем, это уже кое-что говорит об этом человеке. Хотел бы, чтобы вы меня восприняли, все радиослушатели, не как юмориста, и не как телевизионщик, не как артиста, а просто как обычного человека, как гражданина, которому не безразлично то, что происходит на своей родине. Вы не смотрите, что я тут в Москве корпоративы веду. Душой и мыслями я там, на родине, в Ереване. Я думаю, что я выражу не то, что мнение, а эмоции всех армян, которые населяют наш мир. Это тревога, это чувства, которые мы испытывали много раз за свою многовековую историю. Чем дальше от Еревана, тем громче разговоры об истории, о наследии, об исторической памяти, маска скорби, озабоченности на лице. У каждого народа есть своя историческая память. У разных народов эта перспектива, вот этот горизонт прошлого, он разный. У армянского народа этот горизонт отодвинут на 2-2,5 тысячи лет назад. Мы, к счастью для себя и к сожалению для тех, у кого это вызывает сожаление, мы помним всю нашу историю за 2,5 тысячи лет. Я от России жду, как и все армяне, не только я, я сейчас говорю, что эмоционально, я сейчас говорю, возможно, от имени всех армян, потому что эмоции у нас сейчас по всему миру одинаковые. Мы ждем от России прежде всего погашения на корню, и в этот раз, и в срочном порядке вот этого конфликта, вот этой войны. А каким образом погашение? Отправить под пули русских пацанов? Чем раньше это все остановится, тем лучше, тем меньше людей будет погибать. Как вы понимаете, Владимир Рудольфович, мы сейчас с вами разговариваем, а в эти секунды идет обстрел Степанакерта и других городов. В эти секунды идут военные действия. А ты сам вот что сделал для защиты своей родины? Именно в эти секунды погибают люди. И с той, и с другой стороны. И я жду от России того же, что и ждут все армяне. Вот лично ты, Гарик Маратирасиан, чем конкретно ты помог? Остановить, в первую очередь, эту войну и показать, что Армения и народ Арцаха не одни в этом регионе. Продай рейндж-ровер, отправь деньги пацанам на фронт. Потому что глубинные, а может быть, уже и явные мечты властей Турции в том, чтобы отрезать Арцах и Армению от ее естественных друзей. И здесь... Сергей Юрьевич, вот вы и говорите, а я слышу, что у вас прям физическая боль. То есть я вижу, как вам совсем прям до сердца доходит. То есть у меня ощущение, что все эти 9 дней вы не спите. Мы не спим ночами, да, мы не спим ночами. Ночами не спим, говорит Маратирасиан. 12 июля. Первое столкновение Армении и Азербайджана. Маратирасиан гуляет по Москве, хвастается бейсболкой с экраном. 16 июля. Очередная атака на Тавушку область. Вот еще один патриот переживает, смотрите. Пятое октября. В день обстрела Степана Керта Гаустян тестирует ряд девайсов для гейминга, которые подобрали именно ему. Переживают пацаны? Ночами не спят. И сегодняшняя ситуация в мире, она вся идет к тому, что дестабилизируются ситуации и области, которые сопределены с Российской Федерацией. Путин все стабилизирует, а остальные страны ему мешают. И то, что в Белоруссии происходит, то, что в Армении. И как-то странно вдруг начало это все вспыхивать. В Киргизии, в еще одной стране, которая представляет организацию ОДКБ. То есть это попытка еще одна, уже такая явная, дестабилизировать ситуацию и в самой России. Стабилизации нам не хватает. Должен решить доверчивый зритель. Я еще раз говорю, я не эксперт, но это просто видно уже невооруженным взглядом. Невооруженным взглядом видно, что Гарик не эксперт. 99,9% населения Республики Армения, я говорю это как человек, который знаю этих людей, знаю их настроение и знаю их менталитет. Несмотря ни на что, несмотря на то, что это какие-то вбросы информации, какие-то фейковые новости, армяне всегда всей душой за Россию. Когда нам что-то надо, мы всей душой за Россию. Митинги прекращаются, флаги никто не сжигает, телеканалы работают. И позор тому армянину, который забыл об этом. Тот, кто забыл помощь великого русского народа и все, что для нас сделали русские и Россия. Это неприемлемо. А то, что Симоньян и Кесаян приехали мозги промывать российскому народу. Вот это ты не хочешь прокомментировать? Такие люди, видимо, есть. Их, к большому моему счастью, ничтожно маленькое количество. Подавляющее большинство армян считают Россию братской страной. В любом случае. Мартыросян, ну я тебе прямо скажу. Актер из тебя хреновый. И сразу видно, что стараешься ты для того, чтобы потом в ресторане перед своими друзьями хвастаться, какой ты патриот. Ты если заикнулся о патриотизме, то забирай Киасаяна, Симоньян и езжайте туда на фронт. А если воевать ты не умеешь или боишься, то езжай в Хабаровск, помогая освещать события, помогая освобождать Россию, и тогда все будет мирно и тихо. И в Карабахе, и в Сирии, и на Донбассе. А вот еще один патриот решил отправить туда же русских ребят. Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам, как гражданин России, не другого паспорта. Мы были с вами один раз на закладке камня бизнес-школы Сколково. Я всегда пытался быть хорошим гражданином России и делать все, чтобы Россия процветала бы. Бабки Ралдугину и остальным помогают выводить в офшоры, говорят, чтобы вся Россия процветала. Я знаю, что вы, как лидер, можете делать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. Я не знаю, какую информацию вы получаете, кто что вам советует. Но я хочу сказать, как человек, который представляет практически 3 миллиона армян, проживающих в России. Тех армян, о которых вы такой гордостью говорили не раз на встречах с армянской общиной. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, а Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа. Поэтому, Владимир Владимирович, я просто прошу вас, как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером, вмешайтесь в этот процесс. Я хочу обратиться к военно-политической элите России. Я не знаю, как вы относитесь к ненашней власти Армении. Я не знаю, как вы смотрите на то, что происходит в Армении, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе. Но я знаю одно. Если вы не сделаете то, что вы обязаны сделать, как люди, принявшие присягу, если вы не делаете люди, как им попадающие просто морально-этическими ценностями, много-много десятков лет вам будет стыдно жить в этом мире. Армянин и я, а стыдно будет вам. Я убежден, что среди вас есть огромное количество людей-патриотов, которые хотят, чтобы Россия была сильной и мощной страной. Но Россия мощная страна, может быть, только если она имеет мощных и сильных союзников. Не уничтожайте своих последних союзников, делая так, чтобы никто не верил бы, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным. Дорогая российская интеллигенция, я обращаюсь к вам, потому что вы тоже часть того, что происходит в этой сегодняшней ситуации. И это сегодня стоит перед Россией выбор не просто поддержки христианского народа, а поддержки того, что люди имеют право жить на своей земле. А что ж ты, друг, сам на своей земле не живешь? Люди имеют право чувствовать, что они могут мирно жить и существовать с соседями. Я хочу еще рассказать всем нам. Мы не можем игнорировать то, что происходит в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Мы не можем игнорировать то, что происходит в наших сердцах. Равнодушие – это самое страшное, что может быть. Нет, друг, лицемерие и трусость – вот вещи пострашнее. Страшнее равнодушия ничего нет. Как сказал великий человек Эли Визел, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост. Обратная сторона красоты – не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви – не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни – не смерть, а безразличие. Рубик пытается объяснить, как стыдно всем нам будет, если русские пацаны не поедут в Карабах. Как думаете, друзья, въедут они в Карабах на чужом горбу? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова